Большой привет и всем большой шалом! И будем продолжать сегодня узнавать замечательную жизнь выдающегося дика Аризаля. Если вы помните... Отлично, видно и слышно хорошо. Прекрасно. Если вы помните, в прошлый раз я закончила на том, что в руки к Аризалю попали очень таинственные каббалистические рукописи. Произошло это так, что один раз в синагогу зашёл незнакомый мужчина и сел как раз рядом с Аризалем, который не любил сидеть на первых рядах. Он всегда уходил на задние ряды, чтобы там мог спокойно молиться. И он обратил внимание на этого мужчину, потому что он увидел, что тот имеет с собой книгу, но не следил. То есть эта книга не соответствовала ни молитвам, ни молитвам, и человек этот был потерян, он терялся, он не следил за молитвой. Ну, оказалось, он потом поговорили, он рассказал, что это за человек был, это был... Как сказать? Ай, вылетело слово из головы, извиняюсь. Короче, сын людей, принявших христианство, который, в принципе, о иудаизме всё своё детство даже ничего не знал, а уже когда вырос, он узнал, что он является евреем. И, слава богу, у него материальная жизнь была очень на высоком уровне, он был торговцем, поэтому он смог уехать от Инквизиции, по-моему, из Испании. И как раз встретился таким образом вот с Аризалем в синагоге, потому что этот человек хотел узнать о иудаизме. И обладал вот этим вот таинственным седуром, который ему достался, где-то он его нашёл, когда уезжал, он нашёл в каких-то сундуках, запрятанных совершенно случайно. И вот взял с собой, Аризал попросил ему его продать, и эти рукописи тот не захотел. Но потом, когда понял, что Аризалю очень нужны эти рукописи, он поставил ему условия, так как его дядя и свёкор Раф Мордыхай работал на границе, он был пограничным инспектором, собирал налоги таможенные. И он попросил, сказал, смотри, ты договорись со своим свёкором, чтобы с меня он снял вот эти вот налоги, чтобы я не платил за свой товар, а я тебе подарю вот эти вот эти рукописи. Ну, так, как договорились, так и сделали, и эти рукописи стали в итоге собственностью Аризаля. И его радости, конечно, не было вообще предела, потому что он получил в руки, он как только начал это изучать, читать, он сразу понял, что это то, к чему стремилась его душа всю жизнь, то, чего он так жаждал, так мечтал об этом, так скучал, его душа скучала. Как бы об этом, потому что это для того, для чего он пришёл, в принципе, в этот мир, начать изучать Кабалу и передавать её секреты уже своим ученикам. И когда он читал эти рукописи, он весь наполнялся, просто заполнялся светом и чувством. Единственное, что его беспокоило и очень сильно беспокоило, соответствует ли он духовному уровню для того, чтобы получать знания. Все мы прекрасно понимаем, что мы не говорим о простых людях, это люди совершенно разные, не отличающие все от нас, обладающие другой генетикой, которые поднимаются совершенно на другой уровень, поднимаются в высшие миры, но они должны заслужить, и в этом мире живя, должны заслужить своими заслугами, своим поведением, определёнными действами вот этого права, вот этой чести быть принятыми на небесах, жить как бы в двух мирах, быть соединителями этого мира Мальхута с высшими мирами. И Аризаль обращается к своему учителю, он был его учителем и другом, Радбас, вы помните, я про него тоже рассказывала в прошлый раз, что ему нужно делать за советом, и тот ему сказал, что что-то должен делать, это совершенствовать свой характер, продолжать совершенствовать, оттачивать свои черты характера, для того, чтобы был достоин для получения вот этих знаний. И Аризаль начинает уединяться, вести такую довольно уединённую жизнь, для того, чтобы работать над своим характером, и он достигает необыкновенно высокого уровня в 21 чертах характера. Это такие черты, как смирение, как своё уменьшение перед Богом, как боязнь греха, боязнь сделать что-то, несоответствующее воле его отца. Это защита от гордости, защита от лошонара, когда мы говорим плохо для других, гнев, раздражение по отношению к другим людям. Продукты питания очень-очень важное значение имеют в том, как мы относимся к запретным продуктам питания, чем мы питаемся. И также остерегаться раздражения, я уже сказала, лошонарай, это я тоже сказала, и ложь, понятно, лжи. И также вот этой лёгкости, такой несущественности языка. Часто мы разговариваем и употребляем такие слова, которые даже проходят у нас совершенно мимо внимания. Но для человека, который претендует подниматься выше миры, быть на другом уровне, это имеет тоже огромное значение. И Аризаль настолько был для всех живым примером своей любви к Торе, любви к исполнению митцвод, что он действительно не только это всё старался делать, он от чистого сердца это делал, это передавалось другим людям, он был примером для других людей. И очень интересно, что когда дело касалось исполнению митцвод, Аризаль никогда не считал денег. Он всегда отдавал самую высокую цену за то, что нужно было приобрести. Например, речь идёт о Итроге. Когда он покупал Итрог, он никогда не торговался, чтобы ему продали подешевле. Он всегда платил самую высокую цену, потому что говорил, что всё, что касается исполнения митцвод и служения Всевышнему, очень дорого стоит, я буду платить по максимуму. И как-то Аризаль объяснил своему другу, что всё, чего он добился, вот этот рух, акодыш, который он имел, и мудрость, которую ему позволено было иметь, это было благодаря вот ему, его любви к Торе. Это было наградой за то, что как он любил Тору и выполнял вот эти все заповеди митцвод от чистого сердца, а не потому, что это была какая-то обязанность. И всю свою жизнь Аризаль превратил, проверял каждое своё доброе дело, каждую мысль, помышление своего сердца, кто к чему, как он думал, какие у него были помысли, он контролировал, совершенно проверял всё, 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 всё. Он очень-очень был скрупулёзным вот в этом моменте, когда речь шла о своём характере, о исправлении своего характера, о поведении, и не только о поведении, а о мыслях, о движениях сердца. Потому что мы понимаем, что сначала у нас возникают мысли и какие-то соображения, эмоции, а потом это всё переводится уже в действие. И, конечно же, Аризаль молился от всего сердца Всевышнему о том, чтобы ему подниматься всё на более высокий уровень, и для того, чтобы ему соответствовать этому уровню своей чистоты, чтобы он был чист в своих помыслах и во всём, что он делал. Ну и, конечно же, ему для этого нужно было сократить свою связь с этим миром, с его заботами, и он начинает, в конце концов, ещё больше уединяться, он решает найти себе место какое-то, чтобы ему вообще никто не мешал, чтобы он мог быть наедине только с собой, со своими книгами, и где ему никто вообще не будет мешать. И уже где-то в первые годы своего такого уединения Аризаль уже достиг очень огромного уровня и написал свой каббалистический труд, который назывался «Сифра да Тенута». Это был его первый каббалистический труд. И вот в течение семи лет первых, когда его уединение, когда он поднимался всё выше и выше, ему было этого мало. Первые семь лет это было, как сказать, только когда он распробовал только. И он решил, в конце концов, всё-таки уединиться окончательно и нашёл себе хижину на берегу Нила. Уже об этом факте многие знают, что он прожил в домике, в маленьком домике на берегу Нила, где он проживал всю неделю, а возвращался домой только вечером в пятницу на ненадолгое время. И эта хижина находилась в старой части Египта. А же его жена и его дети жили в современной части Египта. Но, тем не менее, он мог пешком проходить, когда на шаббат он возвращался домой или в некоторые нужные моменты, он мог это проходить пешком. И также эта хижина была недалеко от пограничного таможенного склада, где работал его свёкор Раф Мурдыхай. И у его свёкора было 20 рабочих, 20 работников, которым было поручено полностью удовлетворять все потребности, физические орезали, чтобы у него не было никаких вообще забот ни о еде, хотя еды не нужно было ему практически, он тоже очень мог проводить много дней без еды, чтобы он ни в чём не нуждался. Одежда, еда, чтобы всё было чистенько, то есть за ним полностью был такой, он под опекой своего свёкра. И в пятницу ночью, когда он возвращался к себе, он опять уединялся для того, чтобы подниматься в свои высокие миры. И когда приходило время молитв, к нему приходил миньян, также вот работники его свёкра стучали в дверь, это время было чёткая молитва, тогда они потихонечку, не говоря ни слова, проходили к нему в дом, совершали молитвы. И после молитв также потихонечку уходили, практически Аризаль ни с кем даже не общался, это было просто соблюдено, соблюдено правила, соблюдены правила, чтобы были совершены молитвы. А так Аризаль всё время проводил вот так вот в таком уединении, и он понимал прекрасно, что без помощи Всевышнего, без помощи неба он никогда не сможет постичь никаких тайн Торы. И поэтому он всегда умолял Всевышнего от всего сердца, чтобы ему эти тайны были открыты. И для этого, конечно, он отходил от заботы этого мира. И в частности, вот такой приём, как голодание, он тоже помогает Цитику соединяться. Но это, опять-таки, это не для нас. А если и для нас, то не на таком высоком уровне. И своим ученикам впоследствии он говорил о том, что он настолько просил сильно и настолько много слёз проливал Всевышнему, прося о том, чтобы им были открыты знания, открыты эти знания, тайны Торы, что количество этих слёз можно сравнить. Он говорил, я пролил столько слёз, сколько у меня волос в бороде. И вот представьте себе, какое было рвение, какое желание было соединяться со Всевышним. И отвечая на его молитвы, на все его усилия, улучшение своего характера и получение вот этих знаний, к нему постоянно приходил пророк Илья Хуанави, пророк Ильяс, и раскрывал ему эти тайные знания. И также интересно, что во время своего сна Аризаль также поднимался в Высшие Миры. И вот когда перед заходом в Высшие Миры, там на воротах так символически стоял, стоит ангел, охранник. И Аризаль ему говорил своё пожелание, с кем бы он хотел изучать вот в этот момент. Иногда он изучал, просил, чтобы его ангел сопроводил к тем великим душам, которые писали Зоар. Иногда он просил отвезти его к Габецалелю Бен-Ури-Бен-Хур. Это тот великий человек, который построил Мишкан. Иногда он просил изучать с Аароном, Аарона Коэн. Иногда с различными пророками. То есть достаточно было Аризальу только сказать ангелу, с кем он хочет сегодня, чтобы его учили, проводили урок. И ангел его тут же сопровождал к тому учителю, который был желанен Аризалью. Вот на таком высочайшем уровне находился этот садик. И он говорил своим ученикам, что ему настолько за одну ночь, когда он поднимался в Высшие Миры, ему открывалось столько знаний, которых было бы невозможно записать обыкновенному человеку за 80 лет его жизни. Представьте, дорогие друзья, вообще о чем идет речь. То есть если 80 лет писать без перерывов, все равно этого недостаточно, чтобы записать то, что за одну ночь только было открыто Аризалью. И вот в эти годы уединения Ильяху, как я уже сказала, открывал им те секреты, которые, в принципе, были уже закрыты на протяжении многих веков. Эти секреты были закрыты со времен Рави Шимона Барьюхая. И вот сейчас они открылись, открылся этот поток, эти открылись небесные окна для того, чтобы передавать все эти знания, открывались именно Аризалю. И вот это вот уединение Аризаля продолжалось в течение 20 лет. И в течение 20 лет он, вот как я уже сказала, приходил домой только по пятницам, не на небольшое время, и съездил один раз в Эриц Израэль для того, чтобы отрезать первый раз волосы, подстричь волосы своему трехлетнему сынишке на могиле Равшимона Барьюхая. И вот когда уже прошло 20 лет, Аризалю было в то время 36 лет, к нему явился опять-таки Ильяхо и сказал ему о том, что подходит время, что Аризалю уже скоро должен будет покинуть этот мир, и поэтому пришло время для того, чтобы он покинул Египет, переехал в Эриц Израэль и поселился в Цфате и начал раскрывать свои секреты, обширно раскрывать свои секреты тем, кто ищет Всевышнего. То есть настало время для Аризаля раскрыться. То есть всегда у каждого цедика наступает такой момент, когда он должен был уже начать служить конкретно людям. И этот момент для Аризаля настал, что было очень довольно-таки печальным таким событием для Аризаля, потому что он жил этим, он жил там буквально в верхних мирах, ему было очень тяжело осознавать то, что теперь он должен будет спуститься уже жить в нашем мире, спуститься на уровень своих учеников, заботиться о своем хлебе насущном, заботиться вообще о... ну, жить в физическом мире и заботиться о том, о чем заботится каждый обыкновенный смертный. Он был очень грустный, но Ильяху Нави его приободрил, сказал ему, чтобы тот не переживал, что он все равно будет к нему приходить, все равно будет ему раскрывать, продолжать секреты. И также ему сказал, что в его жизни произойдет очень важное событие, потому что к нему должен прийти его ученик, которому он должен передать все свои знания, и этим учеником будет Раф Хаим Виталь. И дальше, дорогие друзья, на сегодня я уже закончу свой рассказ о великом Аризале, и в следующий раз я уже расскажу вам о том, каким образом произошел переезд Аризаля из Египта в Израиль. Ну и все последующие события. Надеюсь, мои дорогие, что вам понравилась сегодняшняя лекция, что вы получили для себя очень много полезной для вас информации. И желаю всего вам доброго на этой неделе. И на следующей неделе, дай бог, во вторник, что все будет нормально, и мы с вами продолжим наши встречи. И я продолжу свой рассказ о великом праведнике Ицадике Аризале. Всего доброго, дорогие друзья!